Интересная конструкция Посмотрите по нормам Капиталь от дороги Смотрите в ком состоянии, капец Почти полное отсутствие машин Доброго времени суток, друзья Утро Чувачок, если видели, пошел какой-то военный Может ко мне приходил Утро в городе Наранколь 7 утра Я отправляюсь за 200 километров К Кальсайским озерам и озеро Каэнды Это горные озера на высоте от 1500 до 3000 метров На 3000 метров я вроде как не попаду Мне нужно проехать 100 километров дороги По которой я ехал вчера И 100 километров будет новой дороги И я проложил ее по дикому Казахстану Я думаю, будет интересно Выезжаем с утреннего Меранкола Традиционно в 7 утра У них еще никого нету на улицах Все вылазят уже где-то ближе к 10 Хорошая погодка сегодня, видите Слева как бы над Китаем облака есть Немного, но туда, куда я еду Чистое прозрачное небо Ничего мне не получилось покушать Тут все закрыто Хозяйка отеля странная Не помогла мне с едой И я думаю, покушаю где-то через 90 километров Уже в городе Кенген, где я ночевал вчера Позавчера точнее Двигаемся Картина, которую можно часто встретить В Казахстане Корова по центру дороги Куда-то себе идет А, еще за ней идут Это черные, а за ней идут белые Ну, белые идут правильно По обочине Причем навстречу движению Все, как положено Я даже относительно уже привык К их нему времени Ложиться в 9 вечера Оставать в 6 утра Сегодня поснулся даже без будильника Вот такие арочки У них традиционно на въезде Выездят с городов На въезде на ней написано Наренкола Это, наверное, какой-то счастливого пути Красивые цвета, желто-синие Друзья, еще раз хотел показать Вот, как выглядят кладбища Казахов в Казахстане Вот справа от дороги Смотрите Такие Интересные конструкции С полумесяцем Наверху Так, поселок Техес Я проезжаю Вчера я через него Тоже ехал Вот такая пробочка У меня на подъезде К городу Хеген С таким флагом Разгоняет барашков Пастух Тоже� Л характерно поведение Тоже Д viele С Megan Техес Техес Вчера С С сто Техес После Техес Ну, почти проехали пробочку. 8 километров мне до места, где я, наверное, буду завтракать. Я заказал лагман с каким-то баклажанным острым соусом, тюфтели, чай с молоком и сосиска в тесте. Покушал я на 1200 тенге, ну такая себе еда, какая-то без души, не сильно как бы вкусная. Еду я сейчас, буду съезжать с главной дороги, уже ехать 97 километров по таким второстепенным глухим дорожкам. И, ну, в сравнении в Узбекистане еда намного вкуснее. Какая-то, сколько я не кушал, какая-то без души, даже в дорогом как бы ресторане кушал. Ну, типа вкусно, но как-то не качает. Посмотрите панорамку, я еду прямо вокруг заснеженные горы, вершины. И вот так оно идет все по кругу. Ну, с левой стороны, вру, левая сторона заснеженная, а правая темная, но справа не сильно высокие горы. Мы учимся, не спеша, на озерах. В Казахстане 19 миллионов населения, почти 19, и 3 миллиона 100 тысяч лошадей за последний год на 9% увеличилось. Я думал, правда, что лошадей больше, так как едешь и все время пасутся лошади. Вот все время. Может, официальных 3 миллиона, а не официальных 30, чтобы налог не платить. Ну, вот такая картина. Заснеженные горы лошади. Это у меня, ну, 3 дня я еду, и 3 дня вот такое. Да, 7 числа я буду в Восточном Казахстане. Там как бы более пустынная территория. Думаю, что там их не будет. Может, там верблюды будут. Ну, посмотрим. Капиталь от дорогу. Смотрите, как, где, какая техника. И что интересно, дороги очень хорошие у них. И я много проехал, не видел почти нигде ремонтов дорог. Дороги относительно хорошие. Местами есть, как бы, очень сильно такая большая качка машины качает. И местами, местами, как бы, ямки бывают. Но они, как бы, ну, не такие уже мега-мега-супер большие. Здесь, как бы, дорога в не сильно хорошем состоянии. Но... Ремонтируют же ж. Размер ямки вносит, чувак. Журнал. Да, очень хочется попасть на какой-то заснеженный перевал, но не уверен, что он будет на этой дороге. Посмотрим, пока я двигаюсь прямо на вот эти, как бы, белые шапки. Я не совсем понимаю, что это. По гугл-картам называется ледяной вулкан. Первый раз такое вижу. Бьет, выбил, бьет с под земли вода. И голубой лед внутри. Ну, как-то так. Сейчас я выйду, посмотрю, но я такого еще не видел. Друзья, ну, как-то так. Ледяной вулкан. По гугл-картам. Чуть позже, может быть, почитаю, что это и как это. Такое на улице плюс 15. Куча снега. Бьет, не знаю, на метрах, наверное, где-то до третьего этажа. Сколько-то метров 8-9. Выбивает. И тут, как бы, жарко даже, так приятно. Может, даже сейчас радугу поймаем на камеру. Возле него озерцо. С воды, которая выбивается отсюда. Ну, что, поехали. Посмотрели на ледяной вулкан. Зимой, наверное, оно формируется. Очень большое, как бы, количество льда замерзает. И... И вот он до лета и тает. Блин, твердый. Можно чуть ли не наверх залезть. Адуга, смотрите, какая. А, ветер меняется, блин. Ветер поменялся, и вся вода на меня. Вся камера мокрая. Так, ну погнали. Дастер рвется в бой. Ну что, давайте прокатаемся по кишлочку. Такому относительно дикому. Как я и говорил, техники у них, конечно, много. Да, в доме живут, и смотрите, в каком состоянии. Капец. Барбос идет. Даже не посмотрел на меня. Повсюду какашки. Все-таки ж куча животных. Капец. Капец. Продолжение следует... Животных нету, они же пасутся уже где-то возле села. Что-то толком и не видно, есть ли у них огороды. Как бы не сильно холодно, должно что-то родить. Ну, как-то так. 74 километра ехать до Кальсайских озер, Кальсайских и озера Каинды. Вот такой был кишлак в горах. И двигаемся дальше. Вот у них магазин, как я понимаю. Техники очень много. Трактора у каждом дворе. У меня стала такая узенькая дорожка. Петляет. Таким небольшим серпантином. Каждый где-то километр 5 тишлак. Небольшой. Ну, даже такой цивильненький, я бы сказал. На фоне заснеженные горы все время. Вот как это выглядит. Вокруг куча тракторов, техники. Почти полное отсутствие людей. Всем управляют животные. Да, они и есть тут пару людей. Просто идеальная дорога. Почти полное отсутствие машин. Красота. Ползем вверх, где-то на перевал. Очередной горный кишлачок в такой долине. Речушка течет красивая. Такое небольшое, а уютное село. Кенсу село называется. Видите, какой заезд в село. То есть, дорога в село не заходит. Такое, может, на 20 хат. Даже огороды есть. Вот с флагом. Там это, наверное, какая-то сельсовет. Длинное здание. А где школа? Может, там же, где сельсовет, там и школа. Домов больше, чем 20. И много ферм для лошадиных ферм. Много. Огородики. Красота. Вот моя дорожка уходит на новый небольшой перевал. КОНЕЦ 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 я остановился возле дороги увидел красивую рычушку большое количество лошадей запустил дрон сейчас он возвращается назад до на километр отлетел летит уже назад я хотел вам показать послушайте посмотрите какая идиллия а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, как камеру видно, но с машины очень необычно. Продолжение следует... Я не понимаю, почему они худые все такие, после зимы... Или как... Как я камаза объехал... Я же на джипе... Смотри, какой трактор стоит, не помню, как называется, может даже Казахстан... Я их не подгоняю, они сами так прыгают... Ну и что связаны... Деревушка с очень красивым видом на горы... 25 километров до Каинды... Недалеко от дороги я увидел дом в долине... И решил туда подлететь дроном... Посмотрите, насколько красиво вышло... Субтитры подогнал «Симон»... 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 Очень необычно видеть горы, на которых растут деревья... В данном случае какие-то елочки, что-то такое... Как-то так едешь и глаза сразу цепляются за них... 15 километров до озера Каинды... Горы... Ландшафт поменялся, а коробки остались... Пограничная зона... Только карантин, наверное, пограничников... Никого нету... Я почти доехал до поворота на озеро Каинды... Следующая серия будет посвящена такой... Мега интересной оффроудной дороге... С бродами до озера Каинды... Кому понравилась эта серия... Просто про дорогу Казахстана... Напишите в комментариях, что вы про это все думаете... Поставьте лайк... Кто не подписался, подпишитесь на канал... И обещаю, следующая серия будет очень интересная... Спасибо, что смотрите... И до новых видео... Субтитры сделал DimaTorzok